Уверен, никто не будет спорить со мной о том, что история этого бренда тесно связана не только с историей города, но и с историей российского автопрома. В 22 году, сразу после ухода европейского бренда, перед заводом стала сложная задача сохранить и перезапустить производство. И это в истории мирового автопрома один из самых ярких случаев быстрого перехода. Сперва автомобили собирали из 50 частей, это была крупноузловая сборка, а сегодня мы говорим уже о мелкоузловой. Количество частей в 18 раз больше, их более 900. Мы стали очевидцами активной фазы подготовки производства автомобилей «Москвич» к переходу с крупноузловой сборки на мелкоузловую. Присоединяйтесь, будет интересно. Мы обрабатываем каждый стыд металла. Можно видеть впрыски специального антикоррозивного состава в скрытой полости. Точность этой платформы плюс-минус 0,3 миллиметра. И это, конечно же, свежий запах нового автомобиля. Его ни с чем не сравнить. В основе производства автозавода замкнутый цикл. Он позволяет контролировать и гарантировать качество сборки автомобиля от первой сварной точки и глубины антикора до надежности крепления ремня безопасности. Мелкоузловая сборка и собственная сварка кузова дадут возможность контролировать геометрию, избегать зазоров и несовпадений в точках крепления основных узлов. Участок катафореза – гарантия того, что толщина антикоррозионного покрытия кузова выдержит российские реагенты. Есть еще и собственный цех грунтовки и покраски в несколько слоев. И вот он – очередной кузов москвича на готовящейся к запуску линии мелкоузловой сборки. Здесь нас встречает руководитель проектов автозавода. Работаю на этом заводе и запускал его. И запускал все машины через меня проходили в том или ином виде. Теперь уже все машины москвичи прошли также через мои руки. На уровне завода координирую действия всего предприятия, чтобы вовремя слаженно команда работала и запускались новые продукты. Максим – выпускник Московского государственного индустриального университета, инженер-машиностроитель и экономист-управленец. Пришел на завод в 2004-м. По сборке кузов полностью сварен и окрашен на нашем заводе. Он сюда приехал в разных коробках, в разных тарах. А вот на крупноузловую сборку кузова поставляются уже сваренными и окрашенными. Мы здесь с вами видим воск во всех скрытых полостях, везде внутри. Клиент может быть спокоен, но мы его защитили. Все швы замастичные обработаны специальными составами герметизирующими, которые не позволяют никаким образом жидкости достать до металла и начать какую-либо коррозию. Все днище обработано полностью антигравийной мастикой. На первых постах линии сборки идет подготовка кузова. Здесь устанавливают все то, что автовладелец, как правило, не видит. Проводку и омывающие шланги крепят шумоизоляцию, подушки двигателя и часть внешней фурнитуры. А еще фиксаторы капота и багажника. На следующем посту с кузова снимают двери, чтобы не мешали монтажу других элементов интерьера, электроники и электрики. Впереди нас уже ждет установка торпеды. Мы видим, как торпеда заходит в автомобиль. Сейчас аккуратно ребята ее спозиционируют. Как раз именно для таких операций мы снимаем двери. Операторам остается зафиксировать доску приборов, а на манипулятор установить очередную торпеду. До установки стекол через лобовой проем монтируют люк или панорамную крышу, в зависимости от комплектации. Для соблюдения строгой геометрии на этом участке также работает манипулятор. Это самые большие проемы, через которые можно занести крупногабаритные какие-то детали внутри кузова. Потолок уже установлен, он заносит через лобовое стекло. Мы видим, уже многие блоки стоят, блоки управления подушками безопасности, климатом, стеклами. Осталось подождать следующий кузов и понаблюдать за процессом установки лобового и заднего стекол. Сперва в работу вступает робот. Он наносит на места соединения специальную мастику и подает стекло на операторский пост. Операторы захватывают стекла присосками манипулятора и устанавливают его в проемы. Если говорить о стеклах и импортозамещении, уже российские стекла или еще? В этом году уже будут некоторые элементы локализованы. В плане есть и стекла, и резина, и диски. Некоторые виды пластика есть. В 2023 году мы посвятили очень много времени для того, чтобы локализовать сам процесс. Запустить сварку, сварочное оборудование, отработать всю геометрию кузова и запустить процесс окраски. После установки топливных и тормозных трубок кузов будет готов к свадьбе. Соединению с механической частью автомобиля. Будущий автомобиль рождается здесь. Вся подготовленная платформа за нашей спиной входит внутрь кузова за считанные секунды. Все, что отвечает за движение автомобиля, соединяется с кузовом именно на этом посту. Ходовые части с двигателем собирают в единое целое на линии в паре шагов от главного конвейера. Кстати, большинство узлов на посты доставляют заводские беспилотники. Вот этот, например, везет двигатели как раз туда, куда направляемся и мы с вами. Эта линия под сборки полностью синхронизирована по скорости с главным конвейером. И здесь подготовка идет всей силовой установки. Как мы видим, вся она собирается по кусочкам. То есть детали из мелких выставляется на геометрической платформе. На этой же линии мы собираем и электромобиль Москвич 3Е. Передняя подвеска, выхлопная система, бензобак, задняя подвеска. Все выложено, как положено, с очень высокой точностью. Силовые установки собираются и движутся в сторону соединения с кузовом с той же скоростью, с которой кузов движется по главной линии сборки. IT-система синхронного управления конвейерами была разработана с нуля программистами завода. Каждый определенный двигатель под определенный автомобиль. В системах есть и ВИН-номер автомобиля, и двигателя номер, то никаких ошибок быть не может. Что за двигатель, кстати? Это полтора литра турбированный двигатель с мощностью 136 лошадиных сил, коробкой вариатор. После свадьбы на автомобиль установят радиатор и бамперы. Подключат оптику, а после приступят к окончательной сборке интерьера и вернут на место боковые двери. Здесь кресло устанавливают. Что уже у нас есть в автомобиле? Собран багажник, собран полностью салон. После сборки салона ничто не мешает установить в него кресло и руль. Что у нас здесь? Салон нового нашего с вами автомобиля «Москвич». Сидение собранное, туннель средний собран, коробка передач подключена. Автомобиль практически готов. Пока автомобиль обездвижен. И прежде чем он оживет, на шасси установят колеса. На этом участке работает два оператора. Слева и справа по движению главной линии сборки. Колеса подаются на пост автоматически. Операторы работают синхронно. У них всего несколько минут на монтаж. Помогают умные гайковерты, контролирующие качество и силу крепления каждой из гаек каждого из колес. После проверки качества, сборки основных узлов салона и ходовой, автомобиль готов к установке аккумулятора и программированию. Мы добрались до конечной точки. Буквально еще несколько метров. И первый раз этот автомобиль заведется. Его сердце, двигатель заработает. И он отправится на участок контроля качества и тестирования. И после этого отправится к клиенту. Вообще сколько участков контроля на всей протяженности линии? Можно разделить конвейерную линию на шесть. И после каждой обязательно есть участок контроля, чтобы проконтролировать те детали, которые внутри, и не закроются следующими деталями. Помимо финального контроля, где уже машину основательно тестируют на специальных стендах. Как раз на финальный контроль мы отправимся за рулем едва сошедшего с конвейером «Москвича». Я говорю, поехали. И мы едем на стенд «Тропический ливень». Испытание кузова на герметичность направленными струями воды. Сколько участков испытаний мы прошли? Автомобиль прошел уже больше пяти стендов испытательных. Прошел испытательный трек. На испытательный трек автомобили выходят после проверки всех механических систем от тормозов до схода развала. Сам же трек – полукилометровый серпантин с 17 видами дорожных покрытий. Это самое жесткое испытание, выявляющее все возможные дефекты. Сзади нас кабина, в которой проверяются все автомобили по чек-листу из 100 критериев на 100 самых важных систем жизнеобеспечения. И после этого автомобиль готов. Он может ехать на склад готовой продукции. На складе я знаю, что у вас автомобили сейчас не задерживаются. Они практически все разъезжаются по стране. Совершенно верно. Все машины на сегодняшний момент забронированы. Поэтому можно сказать, что они приезжают на склад готовой продукции только для того, чтобы оформить электронный паспорт транспортного средства. И тут же встают на автовоз и едут к дилеру. Переход на мелкоузловую сборку и последующая локализация помогут заводу увеличить объемы. А постепенный перевод производства отдельных узлов в Россию со временем снизит себестоимость. Львиную долю в которой сегодня занимают траты на логистику.